Доброе утро! И я искренне верю, что кто смотрит воскресные богослужения, кто подключается к воскресным богослужениям, люди веры, люди жадущие Слово Божие. И знаете, я хотел бы напомнить, что пчелы, они собирают, они летают по цветкам и собирают нектар. И знаете, дорогие братья и сестры, мне хотелось бы сказать, будь сегодня этой пчелой, которая подключается к эфиру и собирает драгоценные истины Слова Божия. Истины, которые могут превратить и произвести мед, которым будут питаться ты, твои дети, твоя семья, твои родные. То, что дает церковь, это драгоценные истины, они превращают нашу жизнь поистине в благословенную, сильную и жизнь, наполненную Словом Божиим. Оставайтесь с нами, братья и сестры, будьте благословены. Добрый день, дорогая церковь. Я приветствую вас любовью Господа Иисуса Христа. Я хочу сказать, что Иисус, Он Господь, Он великий Царь царей, и Он есть любовь. И поэтому вы возлюблены Господом. Мы дети Божьи. И слава Богу за то, что у нас есть такой замечательный Господь, который сотворил небо и землю, который сотворил наши жизни, который родил нас. И мы в Его любви, мы в Его радости, и Он смотрит на нас, и Он радуется нам, потому что Он есть саморадость. И пусть Господь благословит вас сегодня и наполнит вас Его любовью, и наполнит вас Божьим шаломом, Божьим миром, крепким здоровьем, силою Божьей во имя Иисуса Христа. Благословения вам! Не хлебом единым будет жив человек, но всяким Словом, исходящим из уст Божьих. Это то, что говорит Божье Слово. И помните историю, когда Христос на сороковой день взалкал, и Сатана его искушал, и сказал, если ты Сын Божий, повели этим камням сделаться хлебом. И Христос процитировал эти слова, что не хлебом единым. Действительно, да, мы нуждаемся в хлебе насущном, материальном хлебе, но наша душа нуждается в духовной пище. И воскресное служение, онлайн-служение или возможность, когда мы собираемся вместе, это то время, когда мы вкушаем. Мы вкушаем от этого хлеба, мы вкушаем отманы небесные, потому что Господь дает на каждый день свой хлеб. Мы молимся и Отцу Небесному, и просим, чтобы Господь дал хлеб на этот день. И Он дает хлеб на каждый день, на каждую ситуацию и на каждое обстоятельство, потому что Он живой хлеб. Он слово, сшедшее с небес. И мы верим в Бога, который говорит. Наш Господь не молчащий, Бог, это не идол, не истукан, который молчит. Это Бог, который говорит, и Он говорит с нами через слово. Он говорит с нами через учение, которое мы слышим в церкви. И я бы хотел, чтобы мы сейчас помолились и настроились на эту волну, для того, чтобы принимать хлеб, принимать хлеб с неба. Отец Небесный, я прошу тебя, благослови. Благослови наши сердца, благослови Господь сегодняшнего проповедника, пастора, епископа, служителя Игоря Андрейкина, который будет делиться с нами сегодня в этом онлайн-служении словом Твоим. Пусть наше сердце будет способно принимать, слышать, услышать, Господь, те истины, ту истину, которую Ты желаешь говорить в наши сердца. Мы ожидаем, мы настраиваемся, Господь, для того, чтобы получать, принимать Твое слово. И сегодня, первое воскресенье месяца, мы также будем вкушать вечерю, поэтому приготовьте сок, приготовьте хлеб, приготовьте вечерю, чтобы вместе с нами Вы были сегодня на одной волне, и мы принимали вечерю Господню. Аминь. И как сказал благословенный царь Соломон в книге притчей, хлеб укрепляет сердце человека. И поэтому, дорогие братья и сестры, то, что сказал епископ, этот очень удивительный пример о хлебе жизни, о хлебе насущном. Действительно, духовный хлеб, он укрепляет духовное сердце человека. Он помогает тебе быть сильным, стоять против ветров, стоять против штормов. И поэтому так очень важно, как каждый день каждый из нас садится за свой дастархан и кушает хлеб, кушает пищу. Точно так же для человека веры очень важен получение духовного хлеба. Хлеба, который может сделать твою жизнь способной преодолевать любые обстоятельства испытания и искушения. Потому что человек, который не питается духовным хлебом, он будет слабым. И почему очень много верующих, они отступают от веры? Почему Христос сказал, когда я приду, найду ли я веру на земле? Дорогие братья и сестры, сегодня по статистике 90% людей на земле, они говорят, что мы верим в Бога. Но на самом деле мы особые люди, мы христиане, которые не просто говорят, что мы верим в Бога, но мы питаемся этим духовным хлебом, и этот духовный хлеб дает нам способность побеждать, дает нам способность проходить любые испытания и прийти в ту самую гавань, которую призывает нас Господь наш Бог, то есть дойти до конца. Поэтому важно вкушать хлеб жизни. Оставайтесь с нами, будьте благословенны. И Писание говорит в Псалом 33, вкусите и увидите, как благ Господь. Поэтому давайте сегодня будем вкушать, сегодня будем наполняться, сегодня будем наслаждаться с нашим Господом, вместе с Ним и в Нем, потому что мы находимся в Нем, а Он находится в нас. И это большое счастье, поэтому мы самые счастливые люди, потому что Бог внутри каждого из нас. Потому что те люди, которые приняли Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, Он пришел Духом Своим Святым и обитает внутри нас, и мы есть храм Бога Живого. Поэтому вкушаем Его пищу, чтобы нам быть сильными. Мы вкушаем, пьем и наслаждаемся тем, что Господь приготовил нам для каждого из нас. И сегодня я верю, что Господь даст тебе Слово, и ты будешь просто очень сильно благословлен. Аминь. И месяц июль – это тема нашей Церкви «Говорить о вере». Несколько месяцев назад с пасторами Церкви мы сидели, размышляли, и мы пришли к такому решению, и я верю, что это инспирировано и вдохновлено Духом Святым, чтобы мы учили в Церкви сериями проповедей. То есть кирпичик за кирпичиком, учение Христово, Слово Божье, оно вселялось обильно в наши сердца. Поэтому в прошлом месяце мы говорили о призвании. В прошлом воскресенье проповедил пастор Алексей. Спасибо, Алексей, было потрясающее слово о работе, было хорошее слово о том, что мы своим трудом, своей работой также можем прославлять Господа, молиться и трудиться, верить. И этот месяц, сегодня мы начинаем первую серию проповедей о вере. И у нас в гостях сегодня в онлайн-служении будет проповедовать и делиться Божьим Словом уважаемый человек Божий, епископ, служитель, пастор Тимиртаусской Евангельской Церкви Игорь Андрейкин. И я в ожидании, в ожидании Божьего Слова, я знаю, что Бог приготавливает для нас что-то потрясающее, что-то интересное и что-то сильное. И очень важно нам быть открытыми, открытыми быть к Слову Божьему. Ведь Господь, Он говорит, я творю все новое. И Его милость обновляется. Знаете, мы не живем старой милостью, мы не живем позапрошлыми, позавчерашней милостью. Божье Слово говорит, что горы сдвинутся, холмы поколеблются. Милость Господня никогда не пройдет. И она обновляется каждое утро. Она обновилась сегодня в вашей жизни. И какая бы ситуация в вашей жизни не была, доверяйте. Доверяйте Богу и вкушайте Божье Слово. Пусть Слово Божье наполняет наше сердце. И мы в ожидании того, что Господь хочет нам сегодня сказать. И этот месяц мы говорим о вере. Вера. Вера, которая побеждает мир. Вера, которая жива. Вера действенная. Вера, которая помогает нам проходить через штормы и бури. Вера, которая помогает нам довериться Богу, как дети доверяют Отцу. И сегодня вы услышите особенную грань о вере. И я не буду говорить, какую грань. Я хотел бы, чтобы это для вас было таким ожиданием. Но настройте свое сердце на волну Божьего Слова. Благодать Божья да пребудет с вами. И я всех вас приветствую. Я вижу здесь уже 61 подключение. И те молитвенные просьбы, которые будут поступать в течение этого эфира, в течение этого служения, в конце мы завершим. Мы опять вернемся сюда с пасторами, служителями. И завершим. Те молитвенные просьбы, которые вы пишете, мы стараемся молиться за каждую просьбу. Потому что много может усиленная молитва праведника. Аминь. И как сказал пастор Иван, вера и ожидание – это два слова, которые связаны между собой. Поэтому, дорогие братья и сестры, так для нас важно не просто включить эфир и заниматься своими делами, но для нас важно ожидать, ожидать, что Господь проговорит твое сердце. Я искренне верю, что очень многие моменты, очень многие проблемы, которые в нашей жизни, только потому, что мы невнимательны к тому, что говорит Бог. А Бог всегда говорит через свое послание. Бог всегда говорит нам через церковь. Поэтому превратись в того, кто ожидает, что Господь желает дать тебе сегодня. Какой духовный хлеб Господь для тебя приготовил для укрепления твоего духовного сердца. Будьте благословены. И Слово Божие говорит, что праведники да возрадуются, да возвеселятся перед Богом. Поэтому мы сегодня собрались для того, чтобы возрадоваться перед Богом. Всем вместе в наших домах мы радуемся перед Богом, каждый в своем доме, и именно перед Богом. И поэтому во имя Иисуса Христа пусть Господь благословит каждого, и пусть ваши сердца будут открыты для того, чтобы принимать. Принимайте сегодня и наслаждайтесь, и радуйтесь. И я сам в ожидании, потому что сегодня я хоть и пастор, но буду сидеть, слушать проповедь. И даже пастору, даже каждый пастор нуждается в том, чтобы приходить и слушать Божье Слово, быть в церкви. Не просто я прихожу в церковь, когда только проповедую, я прихожу в церковь, когда что-то служу и чем-то там занят. Я прихожу в церковь, потому что я нуждаюсь в церкви. И символ веры, которую мы исповедуем, мы верим не только в Отца, Сына и Духа Святого, мы верим в церковь. И Господь поместил нас на этой земле, так как и в физическую семью, мы все рождаемся в семьях, мы рождаемся в наших родителей, и также мы рождаемся в духовной семье. Это та церковь, где нас Господь спасает, та церковь, где Господь нас призывает, та церковь, где мы возрастаем духовно. Поэтому любите церковь Божью, это Божье создание, это Божье творение, это тайна, которая была сокрыта от пророков, и она была явлена в последние дни. Как говорит апостол Павел, это полнота, наполняющая все во всем. Христос наша глава, а мы часть Его тела, и это потрясающе, что мы можем быть и осознавать, что когда мы вместе, есть особенная благодать. Да, когда мы молимся в тайной комнате, мы чувствуем Божье присутствие. Когда мы молимся в тайной комнате, когда мы изучаем Божье Слово, мы переживаем Его откровения, но есть что-то особенное, когда мы вместе. Ведь Христос сказал, где двое или трое будут собраны во имя Мое, туда приду я. Он присутствует своим невидимым присутствием, и я верю, что Его присутствие касается вас. Пусть благодать Божья наполнит ваши сердца, сила Духа Святого, она с вами, и Слово Божье преобразит, преобразит каждого из нас. И сейчас то самое время, когда нам нужно передать эстафету в зал, и там, грубо прославление, она уже готова вести нас в поклонение и Божье присутствие. Встретимся еще в конце служения здесь, в студии, а сейчас мы передаем эстафету в зал. Благословения вам! Благословения! Приветствуем вас, дорогая церковь! Приветствуем вас! Слава Богу, что сегодня каждый из вас смог присоединиться к этому эфиру. Что сегодня мы можем снова взыскать лица Божьего. Сегодня мы можем снова войти в его присутствие. Халлелуя! Господь, мы благословляем Твое святое имя, славим и превозносим Тебя, воздаем Тебе хвалу и честь, Господь наш и Бог наш. Мы так нуждаемся в Тебе, в Твоем присутствии. Мы жаждем взыскать лица Твоего, Господь, соединиться с Тобой, Господь, своими сердцами, своим духом. Погрузиться в Твое присутствие. Дай нам сегодня вдохнуть Твое дыхание, вдохнуть от Тебя, Господь, от Твоих источников дай напиться нам, Господь. Дай нам возрадоваться в Тебе, Господь. Пусть душа наша ликует, пусть душа наша радуется в Твоем присутствии, потому что Ты Бог наш, который спас нас. Ты Бог наш, который даровал нам победу. Ты Бог наш, который даровал нам все, все обетования, будущность и надежду, Господь. И в Тебе мы имеем эту радость, Господь. Халлелуя! Будем славить и превозносить Тебя, Господь наш и Бог наш. Ты достоин всей славы. Халлелуя! Халлелуя! Будем славить Тебя, Господь. Будем превозносить Твоё имя. Будем славить Тебя, Господь. Будем превозносить Твое имя, будем славить Тебя, Господь. Будем превозносить Твое имя, Ты святой, Ты святой, Ты святой, святой. Будем превозносить Твое имя, Будем превозносить Твое имя. Ты святой, 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 святой. Будем превозносить Твое имя, Ты святой, святой, святой. Возносить Твое имя, Будем превозносить Твое имя. Расслабляем Тебя, превозносим Тебя, И отлили нам, Господь, свою славу. Расслабляем Тебя, превозносим Тебя, И отлили нам, Господь, свою славу. Расслабляем Тебя, превозносим Тебя, И отлили нам, Господь, свою славу. Расслабляем Тебя, превозносим Тебя, Ты явный нам, Господь, свою славу. Ты святой, ты святой, Ты святой, святой. Ты святой, ты святой, Ты святой, Господь. Святой, святой, всемогущий, Наш Бог достоин всей славы. Поклоняемся Тебе, Господь. Аллилуйя! Мы благодарим Тебя за новый день, Который Ты сотворил для нас сегодня. И мы с устами, своими голосами Будем славить Тебя. Аллилуйя, Иисус! Я стою пред Тобою, Вспоминая о Твоих делах. Сердце Бог мне открой, Чтобы вновь услышать голос Твой. Ты святый, сильный, верный до конца. Спаситель, целитель и друг на века. Поклоняюсь я Тебе, Поклоняюсь я Тебе, Господь. Поклоняюсь я Тебе, Господь Иисус. О, мы стоим пред Тобой, Господь наш, Великий, великий славный Бог. Я стою пред Тобою, Вспоминая о Твоих делах. Сердце Бог мне открой, Чтобы вновь услышать голос Твой. Ты святый, сильный, Ты верный до конца. Спаситель мой, спаситель, Целитель, друг на века. Поклоняюсь я Тебе, Господь. Поклоняюсь я Тебе, Господь. Поклоняюсь я Тебе, Господь. Иисус, поклоняюсь я Тебе, Господь, поклоняюсь я Тебе, Господь, Иисус, слава Тебе. Воздаем славу церковь! Слава Твои, Всегда верный, Любовь Твоя со мной. Давайте споём все вместе. Слава Твои, Всегда верный, Любовь Твоя со мной. Слава Твои, Всегда верный, Любовь Твоя со мной. Слава Твои, Всегда верный, Любовь Твоя со мной. Слава Тебе, Поклоняюсь я Тебе, Господь, Иисус. Поклоняюсь я Тебе, Господь, Поклоняюсь я Тебе, Господь, Иисус. Поклоняюсь я Тебе, Великий Царь наш, Аллилюя, Аллилюя. Господь есть в нашем уповании, Есть наша надежда, Он Тот, на Которого мы уповаем. Он Царь всего, Он Творец всей земли, Он Создатель. О, Господь, Ты наш камень, Ты наша защита, Мы стремимся к Тебе, Иисус. О, надежда в Тебе, Господь. Надеюсь я во всём всегда На праведность и кровь Христа. Доверить жизнь свою рискну Лишь одному Тебе, Иисус. Надеюсь я во всём всегда На праведность и кровь Христа. Доверить жизнь свою рискну Лишь одному Тебе, Иисус. Лишь Ты, Господь, Надежда наша. Лишь Христос, Камень мой, И силу даст Его любовь. Лишь Христос, Камень мой, Иисус. Лишь Ты, Господь, Надежда моя. Иисус. Лишь Христос, Камень мой, Иисус. Иисус. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Что даже если человек самый грешный, а все грешники лишены славы Божьей, и Господь оправдывает и искупляет нас, и Его кровь очищает нас, и есть надежда, и мы возвещаем, что есть новый завет. Печально то, что не все люди это слышали, знали и слышали эту благую весть. Но когда я в своей жизни, будучи еще грешником, услышал эту благую весть, в моем сердце родилась надежда, родилась надежда на спасение, что я могу быть оправданным, я могу быть искупленным, я могу быть прощенным, и Господь прощает меня, и Господь принимает меня. И я верю, что каждый из вас, вы приготовили вечерю, и вместе со мной, вместе с нами вы будете принимать сегодня эту вечерю Господню, пусть в онлайне, пусть находясь далеко от церкви, но сегодня то время, когда мы вновь возвещаем благую весть, когда мы вновь провозглашаем, когда мы вновь утверждаем и говорим, есть новый завет. Когда мы смотрим на ветхий завет, всякий раз Бог утверждал свой завет с людьми через кровопролитие жертвы, это была жертва животных, но новый завет, который он утвердил и закрепил с человеком, это завет на крови Иисуса Христа, невинного, безгрешного, чистого и непорочного. Иоанн Креститель, увидев его, сказал, это агнец Божий, который будет заклан за все человечество, и Иисус взял на себя все грехи, весь грех, весь стыд, весь позор, весь гнев Божий, потому что Бог праведен, и Божий закон говорит, что возмездие за грех смерть, грех должен быть наказан, грех должен понести суд, каждый грешник должен быть судим, Но Христос взял на себя гнев Божий, наш позор, наш стыд, Он взял на себя все наши грехи и вознес на себя и наши болезни, и немощи, и ранами Его мы исцелены. Он искупил нас от всякого проклятия, и сегодня мы утверждаем и возвещаем вновь, как это делали первые христиане, как об этом говорил апостол Павел, смерть Господню возвещаем, доколе Он придет. И мы возвещаем и провозглашаем этому миру, который еще не знает Его, что есть новый завет, есть благодать Божья, есть время, когда люди могут примириться с Богом. И сегодня, принимая эту вечерю, мы благодарим, Господь, мы благодарны Тебе, мы благодарим Тебя за тело Твое, которое было ломимо за нас. Вкушая эту вечерю, Господь, мы благодарны Тебе, что мы можем быть в Твоем присутствии. Мы благодарны Тебе, Господь, что мы можем возвещать, и это весь звучит, благая весь, что Ты заключил с нами новый завет. Новый завет. Мы благодарим Тебя за тело Твое, которое было ломимо, и мы вкушаем, Господь, и благодарим Тебя за это. А также, Господь, мы пьем от этой чаши, которая символизирует, Господь, того, что Ты сделал на Голгофе, пролил свою невинную кровь, чтобы очистить нас. Кровь Твоя убеляет нас, очищает, восстанавливает. Мы благодарим Тебя. Господь благ, и Он благ каждому из нас. Сейчас у нас будет служение, пожертвование, потом мы вновь будем поклоняться, слушать Божье Слово. И сегодня в гостях в Алматинской Церкви пастор Тимиртаусской Евангельской Христианской Церкви, епископ Божий Человек, мой большой друг, отец пятерых уже сыновей Игорь Андрейкин, который будет сегодня делиться Божьим Словом. Поэтому пусть Божья благодать будет в Ваших сердцах. А сейчас я передаю эстафету. Сейчас это служение очень важно для каждого из нас. Почему? Потому что Слово Божье говорит, что мы прославляли нашего Господа, потому что Он благ. И вот Слово Божье, оно показывает нам на то, чтобы наш фокус был на Боге благом. Благом Боге, который сотворил небо и землю. И Слово Божье говорит Иакова, 1 глава, 17 стих. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Восхотев, Он родил нас Словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий». И слава Богу за то, что мы можем делиться Словом Божьим. Еще я хочу прочитать современный перевод этого местописания. «Всякий добрый, совершенный дар приходит свыше от Отца, создавшего Свет Небесный. Бог постоянен и неизменен. Он решил сделать нас Своими детьми через истинное послание, чтобы мы стали самыми важными среди всех Его созданий». И сегодня я хочу поговорить о том, что у нас Бог Отец, который сотворил небо и землю. Отец светил, то есть это луна, это звезды, это солнце. И Бог показывает о своей благости к нам, к народу своему. Поэтому мы говорим, что Бог благой, Он дающий. Всякий дар Он дает, и то, что дарит, Он не забирает назад. И поэтому мы видим Бога здесь, дающего доброту, дающего благость Свою по любви, из-за любви. И поэтому мы, как народ Божий, как дети Божьи, мы также можем смотреть на Него и делать то, что Он делает. Иисус, Он смотрел на Отца Творящего, и Он совершал. Поэтому Бог нас учит тому, чтобы мы смотрели на Него. И Слово Божие говорит, надеешься на Господа, будешь пребывать вовек. Надеешься на Господа, не будешь колебаться. Наш взор на Иисуса Христа, наш взор на Отца, который дает дар, который дал дар, и дает нам дары, и благословляет нас своими дарами, и не забирает. Но Он хочет умножать, Он хочет увеличивать в нас эти дары, чтобы они работали, действовали. Слово Божие говорит, славьте Его, ибо Он благ. Поэтому мы своей жизнью прославляем нашего Господа, потому что Он благой. Наш взор на благость Бога, наш взор на Его доброту, наш взор на Его любовь, на Него самого, потому что Он есть любовь. И поэтому все совершается в любви Божьей. Мы в Его любви, мы Его любимые дети. И каждый из нас от любви, то, что Он нам дал, то, что Он нам положил в наши руки, мы от Его любви, от Его даяний, мы можем также давать, потому что Он даятель, и мы даятели. Для чего? Просто славим Господа. И мы верим, что через это будет прославляться имя Господне. И мы желаем, чтобы Его имя было прославлено всей нашей жизнью. Через наше здоровье, через наши слова, через наши уста, через наши семьи, через наши даяния. Поэтому сегодня я обадриваю вас. Будьте даятелями, и пусть Господь благословит вас. Аминь. Всех приветствую еще раз на онлайн-служении нашей Церкви. И очень потрясающие такие слова о даянии, о благодати Божьей, которую Господь дает в наши сердца и в нашей жизни. И хочется, воспользовавшись этой возможностью, поблагодарить каждого из вас. Поблагодарить то, что в это непростое время вы поддерживаете Божье дело, Божью работу, вы поддерживаете Церковь, вы молитесь за Церковь. И карантин, это время, время пандемии, она очень много проявила, она многое показала. И мне было очень вдохновляюще тех людей, которые интересовались, спрашивали и говорили, пастор, а как Церковь, как она проходит это время, а как успеваете ли все сделать, или достаточно ли средств, чтобы покрыть все счета. Ведь что интересно, у коммунальных услуг нет карантина, и их не берет пандемия. И счета, как приходили, не знаю, обратили ли вы на это внимание или нет, но каждый день, вовремя, число в число приходят счета, каждый день, вернее, не каждый день, а каждый месяц приходят сообщения, выше эти показания газового счетчика, электросчетчика. Все эти вещи, они продолжают быть. И в это время карантин и пандемия, он показал, что действительно, мы продолжаем любить Церковь, мы продолжаем заботиться о ближних, мы продолжаем делать дела милосердия. И я думаю, что это время, это время, когда нам как никогда нужно быть чувствительными, быть открытыми к нуждам людей, к нуждам Божьего дела, к нуждам Церкви. И мы видим руку Божью, мы видим, что, несмотря на все эти времена, мы можем даже делать ремонт, обновлять в нашем здании, решать какие-то вопросы, а также продолжать делать дела милосердия. Служить, служить в других местах, посещать другие места. Например, уже в течение ряда времени пастор Петр посещает Талдыкурганскую церковь, где сейчас он также оказывает пасторское внимание этой общине. И это время, это пора, это лето, когда к нам приезжают гости. Кстати, буквально через некоторое время служение продолжит пастор Игорь Андрейкин. И я вижу, как пасторы и служители со всех городов Казахстана, они стремятся летом побывать в Алматы. Они приезжают, они звонят, они приезжают с семьями. И это также возможность и благодать для нас принимать и служить пасторам, служить тем, кого однажды мы отправили на миссию проповедовать Божье Слово в различных городах, они приезжают сюда. Они приезжают в Алмату, потому что они считают и признают, и принимают нашу церковь как базовую церковь или материнскую церковь. И Бог дал благодать Алматинской церкви. Через нашу церковь Бог совершил очень многое. И мы не только вспоминаем и ностальгируем, потому что иногда мы можем просто из-за ностальжии, из-за ностальгии вспоминать только былую славу и прошлые времена, и говорить, о, как было хорошо тогда, в прошлом. Но вера, она простирается вперед. Вера, она связана с чем-то, что произойдет в будущем. И этот месяц мы посвятили говорить о вере. Как я сказал в начале служения, некоторое время назад Дух Святой положил в наши сердца. Бог положил в мое сердце, и пастырская команда поддержала это, чтобы проповедовать сериями проповедей. И сегодня мы начинаем тему говорить о вере. И пастор Игорь будет делиться. И я верю, я знаю, что ту грань, которую он откроет, ту грань, которая будет открыта, когда сегодня на первом служении он делился. Я сидел и практически все служение умилялся, я плакал. Дух Святой так глубоко, так сильно, так нежно касался моего сердца, потому что та грань веры, которая была открыта пастором Игорем, для меня открылась по-новому. Ведь каждая тема, каждая истина, она словно бриллиант. Она имеет различные грани, она имеет различные откровения. Поэтому очень важно, чтобы мы были открыты. И я верю, что то слово, которое сегодня вы услышите, оно особенно откроется для каждого из вас. А пока будет идти проповедь, моя просьба к вам, как пастору, пишите свои молитвенные просьбы. Пишите, не стесняйтесь, может быть, какие-то ситуации. И в конце служения с пасторами церкви, служителями, мы будем молиться, мы будем верить и ожидать то, что Бог будет действовать. Я бы хотел, чтобы сейчас мы помолились, помолились за церковь, помолились за церкви. Я говорю всегда, где бы я ни находился, в прошлое воскресенье я служил в одном из городов Казахстана. Также мы представляли нового пастора. Я был в прошлое воскресенье в нашей столице и также посетил город Степногорск, где мы представили церкви нового пастора. Возможно, вы слышали, вы знали, что произошло в Степногорске два года назад. Оставил эту землю, ушел из жизни очень рано. Прекрасный человек Божий, пастор Евгений Медведев. И почти два года церковь была без пастора. Да, кто-то заботился, посещал, плюс год карантина. Но в прошлое воскресенье мы представили нового пастора, пасторскую семью, которая будет заботиться о церкви. Это был трогательный момент. Момент, наполненный сокрушением, смирением, слезами и благодатью Божьей. Поэтому теперь церковь Степногорск имеет пастора, который служит там, имеет пасторскую семью, имеет заботу. Поэтому я верю, что когда мы проходим эти времена, это время, когда мы ставим плечи, подставляем руку помощи, поддерживая друг друга. И нет воскресенья, я это говорю всем нашим церквям, чтобы мы не помолились за Казахстан, чтобы мы не помолились за нашей церкви. Я хочу призвать всех вас, все, кто в онлайн сейчас, я посмотрю, сколько нас уже, наверное, 100 человек, как минимум 100 подключений, 96 подключений, но людей намного больше. Некоторые из вас, вы семьями смотрите этот эфир. Я хочу призвать вас, давайте совершим молитву за Казахстан и за нашей церкви. Господь, я молюсь, я прошу Тебя, в смирении и сокрушении сердца, я молюсь о нашей стране. Я молюсь о Казахстане. Я молюсь о Средней Азии. Я молюсь об этой части света, Господь, куда Ты нас поместил, где мы родились. Земля, Господь, которая стала нашей родиной, землей, Господь, наших отцов, наших родителей, наших дедушек и бабушек. Господь, и Ты призвал нас для этого места, для этих дней. И Слово Твое говорит, что не мы избираем Тебя, а Ты избираешь нас, и Ты ставишь нас, чтобы мы шли и приносили плод. И я благодарю Тебя, Господь, то, что 30 лет назад родилась наша церковь. Церковь, Господь, которую Ты призвал проповедовать Божье Слово. Церковь, Господь, через которую Ты совершил так много благодати, славы и силы, через церковь, которая открылась множество церквей, не только в Казахстане, но в других частях света. И я молюсь, я прошу Тебя дать Твоей благодати для этого времени, для этого сезона, для этого дня. Господь, я молюсь Тебе, как однажды Моисей возвал и сказал, Господь, если Ты не пойдешь впереди нас, Боже, если Ты не пойдешь впереди меня, если Ты не пойдешь впереди нашей церкви, мы не хотим идти. Боже, но мы хотим идти за Тобой. Боже, пусть Твоя слава будет подобно тому, как в Израиле Ты вел, и ночью Ты был огненным столпом, однем, облаком, которое защищало от зноя, от жары. Господь, я прошу Тебя, благослови. Благослови каждую церковь нашей страны, благослови каждого пастора, каждую церковь, да будет она наполнена силой, Духа Святого, огнем, помазанием и славой, и мудростью, Господь, понимать путь. Я прошу Тебя, благослови во имя Иисуса Христа нашу страну. Пройти эти времена, быть сильной страной, экономической, духовной, и пережить духовное возрождение. Дай пробуждение нашей стране во имя Иисуса Христа. Аминь. Это стала традицией нашей церкви молиться за Казахстан, молиться за страну и молиться за нашей церкви. Благослови не вам. Скажите, с праздником, с Днем Столицы. И я передаю эстафету вновь в зал, где будет идти прославление, и будем слышать Слово Божие. Благослови не вам. Иисус, поклоняемся Тебе, великий Бог наш. Благодарим Тебя за Твою жертву, за кровь, которую Ты пролил за нас, за Твою любовь, за тот путь, который Ты прошел, Иисус, ради каждого из нас, чтобы сегодня мы имели жизнь и жизнь с избытком. Спасибо Тебе. Мы поклоняемся Тебе своими сердцами, своими голосами, своими жизнями. Господь, Ты достоин. Аминь. 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 Спасибо Тебе, Иисус, за жертву Твою, О, Господь наш. Благодарим Тебя, превозносим, царя всех царей, величай в имя Твое, Иисус. Достоин, достоин Ты славы и всей, О, неподобного Тебе, Господь. Ты благой, Ты любящий, славный, чудный, всемогущий, только Ты один достоин славы, достоин хвалы. О, Иисус, превозносим имя Твое, Оно превыше всех имен Господь наш. О, Его крест дал мне жизнь, дал свободу и сцелил. Через кровь Его я чист, мне победу подари. Силы тьмы разрушил, на кресте все совершил. На верну свободу Иисус, Ты победил. Мы поем Тебе. Аллилуйя, Ты победу одержал. Аллилуйя, за меня Ты жизнь отдал. Смерть не смогла сдержать. Ты наш воскресший царь, полон величия. Ты наш воскресший царь. Его крест дал мне жизнь, дал свободу и сцелил. Через кровь Его я чист, мне победу подарил. Силы тьмы разрушил, на кресте все совершил. О, Иисус! Нам верну свободу, Иисус, Ты победил. Возносим Тебя, Иисус! Аллилуйя, Ты победу одержал. Аллилуйя, за меня Ты жизнь отдал. Смерть не смогла сдержать. Аллилуйя, Господь, Ты наш воскресший царь, полон величия. Ты наш воскресший царь. Ты живой. Аллилуйя, Иисус! Мы славим Тебя и поклоняемся Тебе. Прими, Господь, эту хвалу, Иисус, наших сегодня. Мы благодарим Тебя. Пусть простирается та хвала к небесам. 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 Ты победу одержал, Иисус. Аллилуйя! За меня Ты жизнь отдал, Смерть не смогла сдержать. Ты наш воскресший царь! Ты наш воскресший царь! Ты наш воскресший царь! Слава Тебе, Господь! Благодарим Тебя за Твою смерть и воскресенье Твое, За вечную жизнь, которую Ты даруешь каждому, уверовавшему в Тебя. Благодарим Тебя, Иисус, за то, что Ты рядом с нами, Ты в наших сердцах, Ты вселился в наших сердцах. Благодарим Тебя, что Ты посреди народа Своего. Ты, Господь, незримо присутствуешь, как Ты присутствовал в той комнате, в которой апостолы собрались. Внезапно Ты стал видим для них. Но даже когда Ты был невидим для них, Ты был там посреди них. Сегодня, Господь, Ты посреди нас. Мы молимся Тебе, коснись наших сердец. Твоим Святым Духом открой их, Господь. Пусть наши сердца будут доброй почвой для семени Твоего Слова. Благослови меня, Господи, служить сегодня Словом народу Твоему. Дай мне благословение Твое, Господь. И благослови всех нас, Господи, напитаться Твоим Словом, Твоим посланием, Господь. Помоги нам, Господи, верно преподавать Твое Слово, Твою истину. Господь, потрудись в наших сердцах. Мы очень сильно нуждаемся в Тебе, Твоим Святым Духом, Господь. Мы за все Тебя благодарим, мы славим Тебя и превозносим. Отец и Дух Святой во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу, давайте восплещем Господу. Все народы, восплещите Ему. Большое спасибо, команда прославления. Слава Господу. Присаживайтесь, пожалуйста. Огромный вам привет из Тимиртау, от нашей общины. Благословения Божьих вам, всем, кто смотрит эфир этот. Для меня особенная благодать и особенный трепет здесь служить, в моей родной церкви, в Алматы, потому что именно здесь Господь меня спас, привлек к себе, очистил, изменил мое сердце. Здесь я крестился, в нашей церкви, здесь, в Алматы. И учился в библейской школе, так она тогда называлась, и в 93-м году был выслан на миссию. И вот с тех пор служу Господу вне Алматы. Но для меня это всегда особенный трепет и особая честь. Спасибо, пастор Иван, за приглашение. Слава Господу. Я слышал, что вы начинаете здесь серию проповедей о вере. Слава Богу. Оказывается, я первый, кто открывает эту серию. Я думаю, она уже шла. Вот, слава Богу. Мы сегодня будем говорить о вере. Но вначале я хотел вот такой вопрос задать. Слышали ли вы когда-либо от людей, что люди говорят, «Я не верю в Бога». Кто когда-нибудь такие слова слышал? А вы слышали такие слова, что люди говорили, «Как Богу трудно доверять, как-то доверяться Богу трудно». Кто слышал такие слова? Я думаю, конечно, можно со мной не согласиться, но мне кажется, что большинство людей, живущих на нашей планете Земля, не доверяют Богу так, как бы он хотел, чтобы мы доверяли Богу. И многие… Ну, я слышал такие слова. Люди говорят, «Как Богу трудно доверить свою жизнь?» «Ну, как-то трудно. Ну, мы же его не видим». Ну, вот даже Библия, Писание, когда-то кто-то написал. «Как можно этому доверить свою жизнь?» Немножечко трудновато бывает. Но я хочу, чтобы мы сегодня посмотрели с другой стороны. Мы уже рассмышляем с вами как верующие. И для меня вера в Бога – это не просто откровение или какое-то внутреннее озарение или переживание. Но для меня также это и более разумно, разумно верить в то, что есть Творец, и что Он создал этот мир, что мир существует по определенным законам и так далее, что каждый человек даст отчет в конце своей жизни. Также для меня это более разумно. Но я хочу сегодня подумать и поразмышлять на такую тему. Вот мы действительно можем сказать, мне трудно доверять Богу или довериться Богу. А давайте мы подумаем, не трудно ли Богу довериться нам? Не задумывались ли вы о том, что кто вообще больше рискует? Мы рискуем довериться Богу или Бог рискует довериться человеку? И вообще, Бог верит в меня или нет? И откуда я знаю, что Бог в меня верит? Мы всегда с благословением и с благодарностью с особой относимся к людям, которые верили в нас, которые давали нам какую-то внутреннюю эту силу, к учителям, может быть, нашим школьным, которые говорили, нет-нет, у тебя получится, ты сможешь, я верю в тебя. И вдруг у нас крылья вырастали, вдруг мы действительно что-то делали. И мы благодарны тем людям, которые верят в нас больше, чем мы верим в себя. Но сегодня давайте мы посмотрим на две мысли, только две возьму. Две мысли, если хотите два пункта, почему мы можем быть уверены, почему мы можем знать, что Бог верит в нас, что Бог верит в человечество и что Бог верит конкретно в тебя. Первое, о чем бы хотелось сказать, наверное, это самое главное, что Божья вера в людей, Божья вера в тебя и в меня проявляется в его великой любви. То, что Бог верит в человечество и то, что Бог верит в меня, я могу знать потому, что Он Сына Своего не пощадил и отдал за нас. Он отдал Своего Сына веруя в то, что миллионы и миллионы людей, может быть даже миллиарды, будут с Ним, будут спасены. И конкретно каждый из нас. Послание к Римлянам, 5 глава, 8 стих, апостол Павел говорит здесь об этой истине, прекрасной, великой истине, этой великой Божьей благодати. Римлянам, 5 глава, 8. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками, то есть мы не искали Его, мы не знали Его, мы не верили в Него. Но Он доказывает свою любовь, Он доказывает, что Он верит в нас, потому что Иисус Христос умирает на кресте. Поэтому, тем более ныне, сейчас, будучи оправданы кровью Его, спасаемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасаемся жизнью Его. Его. И недовольность Его, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством Которого мы получили ныне примирение. Великая благодать. Бог верит в нас. Мы не верили в Него, мы не искали Его, мы не любили Его, мы вообще не знали Его. И более того, может быть, мы жили, ну не может быть, а в основном мы жили в искаженных представлениях о Боге. Но Бог все это время верил в нас. Искал нас. И те, кто, я верю, что те, кто здесь сидит, и многие, кто слушают нас через интернет, Он нашел нас. Аминь. А кого-то найдет. Все Писание – это пример великой Божьей благодати. И так много можно об этом говорить. Но я хочу сегодня прочитать одну, я думаю, известную вам историю. Достаточно быстро, потому что у нас не так много времени. Она написана во второй книге Царств, 9 глава, со второго стиха. Вы можете пока открывать, кто желает. Вторая Царств, 9, 2. Это история, связанная с Давидом, с псалмопевцем Давида. И я короткую предысторию скажу, что Давид, мы помним его, да, Господь в юности его помазывает через пророка Самуила на царство, но Давид еще не был царем. Его помазание Божье проявилось в том, что он победил Голиафа, и он начал служить у царя Саула. У царя Саула, тоже Божьего помазанника, был сын Иоаннафан. Это его был первый сын, первенец. Иоаннафан так проникся к Давиду, так уважал его и любил, что они просто стали как братья. То есть у них была настоящая мужская дружба, они даже заключили завет друг с другом. Завет в том, что даже если я умру, чтобы ты позаботился о моих детях. Иоаннафан, человек великой души и огромного сердца, будучи царевичем, потому что, по сути, он должен был стать царем. Он должен был возглавить Израиль, можно так сказать. Потому что он первый сын Саула, своего отца, но он увидел в Давиде нечто большее. Он увидел, что Давид есть истинный царь, и он не враждовал с ним. В отличие от его отца Саула, который враждовал с Давидом, ненавидел Давида, был исполнен ярости. В конечном итоге, жизнь Саула закончилась тем, что в одной из битв с филистимлянами, он и вместе со своими сынами на горах Гилвуйских был убит. И Саул, и Иоаннафан, и его сыновья были убиты, над их телами надругались филистимляне. И Давид входит в свое призвание. Но дом Саула, 10 колен Израилев продолжают оставаться с домом Саула. И происходит распря. Несколько лет эта распря происходит между домом Саула, и потомками Саула, и домом Давида. Эта распря была, к сожалению, кровопролитная, страшная. Но через некоторое время дом Саула пал. И дом Давида победил в этой битве, можно так сказать, в этой битве, в этом противостоянии. И Израиль выбирает Давида как своего царя, как признает в нем Божьего помазанника. Проходит много времени, и естественно, вот этот конфликт между двумя царскими домами, отвергнутым домом и новым, так называемым, домом Давида, проходит много времени. 2 Царств, 9 глава, 2 стих. В доме Саула был раб по имени Сива, и позвали его к Давиду. И сказал ему царь, ты ли Сива, и тот сказал, я раб твой. И сказал царь, нет ли еще кого-нибудь из дома Саулова, я оказал бы ему милость Божью. И сказал Сива царю, есть сын Иоаннафана, хромой ногами. И сказал ему царь, где он? И сказал Сива царю, вот он в доме Махира сына Амиелова в Лодеваре. Еще прочитая 2 Царств, 4 глава, 4 стих, 2 Царств, 4, 4. У Иоаннафана сына Саула был сын, хромой. Пять лет было ему, когда пришло известие о Сауле и Иоаннафане, то есть о той истории, которую я вам рассказал, из Изриэля. И нянька, взяв его, побежала, и когда набежала поспешно, он упал и сделался хромым. Ну что-то, видимо, ноги повредили ребенку или сломали. Имя его Мемфи Восфей. Давайте теперь немножечко представим об этом мальчике. Ребенок, родившийся в доме Саула, в доме царя. Его дедушка царь, его папа, можно так сказать, наследник, принц. До 5 лет он жил вот в таких условиях, но после 5 лет что-то произошло, что-то изменилось. Его скрывали, потому что была распря между домом Давида и домом Саула. И более того, весь дом Саула, они могли считать, что Мемфи Восфей есть главная мишень людей из дома Давида и самого Давида. Потому что именно Мемфи Восфей по крови ему принадлежало царство, царство Израиля. Царство, которое бы он перенял от Саула и от Иоаннафана. Мемфи Восфей, скорее всего, жил в определенном нарративе, в определенной атмосфере. Ему говорили о том, какой плохой Давид, ему говорили о том, что он забрал у нас царство, ему говорили, что тебе должно скрываться, тебе должно бояться его, потому что это самый опасный для тебя человек. Никогда не говори никому, кто ты и как тебя зовут. И он жил где-то далеко-далеко, в месте, которое называлось Лодевар, что означает место без пастбища или пустое место. Но что-то происходит, что-то происходит. С пятого стиха будем читать эту же главу, девятая глава, второе царство. Может быть, это был один из его страшных снов, то есть, может быть, он просыпался в поту, в ужасе, и ему снилось, как колесницы царские подъезжают, как выходят воины, красиво одетые в мощной, сильной броне, забирают его, привозят Давиду и казняют его. Может быть, такие сны у него были. И вот этот сон сбылся, немножечко не так, как он думал. И послал царь Давид и взял его из дома Махира, сына Амиелова из Лодевара. И пришел Мимфиосфей, сын Иоаннафана, сын Саула, к Давиду, и пал на лицо свое и поклонился. И сказал Давид, Мимфиосфей, и сказал тот, вот раб твой. И сказал ему Давид, не бойся, я окажу тебе милость ради отца твоего Иоаннафана. И возвращу тебе все поля Саула, отца твоего. И ты всегда будешь есть хлеб за моим столом. И поклонился Мимфиосфей и сказал, что такой раб твой, что ты презрел на такого мертвого пса, как я. И призвал царь Сиву, слугу Саула, и сказал ему, все, что принадлежит Саулу и всему дому его, я отдаю сыну господина твоего. И жил Мимфиосфей в Иерусалиме, ибо он ел всегда за царским столом. Он был хром на обе ноги. Вот представляете, как, оказывается, все изменилось. Оказывается, тот, кого он считал врагом, он был кровным братом его отца. Оказывается, тот, кого он боялся, Мимфиосфей, всю свою жизнь, это его благодетель, его, можно так сказать, как названный отец. Вот мы похожи на таких Мимфиосфеев, когда мы без Бога. Дьявол коверкает в нашу жизнь, дает нам ложь о Боге. Мы живем, люди живут в этой лжи о Боге. Духовно наша жизнь, она похожа на этот ладевар. Может быть, внешне она имеет другой контекст, но духовно наша жизнь похожа, как место пустое, место проклятое, место без пастбищ. Но не эта воля Божия для нас. Господь Иисус Христос искал нас. Бог искал нас через Христа. И ради Христа Он хочет приблизить нас к себе. Он хочет посадить нас за своим столом. Он хочет сказать нам, кто мы, по Его рождению, что мы Его дети. Не из-за наших заслуг, не из-за наших каких-то намерений, не из-за того, чтобы мы могли сделать или не сделать, а потому что Бог любит нас просто по нашему рождению. Просто по нашему рождению. И Он зовет нас, Он приглашает нас, и Он кормит нас, и Он возвращает все то, что дьявол украл. Когда мы не искали Его. Великая Божья благодать. В Мимфилосфии проявляется вот это откровение Божьей благодати. Мы не искали Его. Мы не знали о Нем. Мы не думали о Нем или думали о Нем плохо. И это меняется. Это меняется. Слава Господу за Его великую благодать. Аминь. За сыновство, за усыновление. И Он благодатью Своей приближает нас. Бог верит в нас, даже когда мы не верили в Него. Бог искал нас. И Он продолжает верить в нас. Вторая мысль, почему мы можем знать, что Бог нам верит. Бог верит в нас больше, чем мы. Часто верим в Него. Заключается в том, я считаю, что Он доверяет нам свой духовный труд. Бог, великий Бог, Творец доверяет человеку свой духовный труд. Я думаю, что Бог сильно рискует, доверяя людям. Он рискует больше, чем мы рискуем доверять Ему. Потому что Бог всегда верный. Даже мы будем не верны, а Бог будет верным. Если мы посмотрим внимательно на все Писание, мы увидим, что каждый Божий человек, кроме Христа, как Сына Божия, Бога, пришедшего во плоти, Он делал ошибки, Он совершал ошибки. И апостолы совершали ошибки. Авраам совершал свои ошибки. Давид совершал свои ошибки. Но и совершал свои ошибки. То есть люди несовершенны. Но так или иначе, Бог доверял им. Бог все равно доверял им великую миссию. Независимо от человеческих слабостей. Давайте мы вспомним об одном человеке, об одной личности, о первом, самом первом благовестнике. Давайте мы откроем Евангелие от Иоанна, 20 главу. Евангелие от Иоанна, 20 глава. Это история, в которой описано, как Мария Магдалина приходит ко гробу и думает, кто бы отвалил мне камень, огромный камень. Говорят, где-то больше двухсот килограмм. И вдруг она приходит, и что она видит? Давайте мы прочитаем. Евангелие от Иоанна, 20 глава, с 11 стиха. А Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов в белом одеянии сидящих, одного у главы, а другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей, женщина, что ты плачешь? Говорит им, унесли Господа моего, и не знаю, где положили его. Сказав это, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего. Но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей, женщина, что ты плачешь? Кого ищешь? Она, думая, что это садобник, говорит ему, Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, я возьму его. И Иисус говорит ей, Мария. Она, обратившись, говорит ему, равви, что значит учитель. Иисус говорит ей, не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им, восхожу к отцу моему и отцу вашему, к Богу моему и к Богу вашему. Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа, и что Он это сказал ей. Давайте мы попробуем немножечко проникнуться в эту историю. Но мы сегодня не столько будем говорить о сердце этой Марии Магдалины, которой нужен был Иисус не просто живой, но даже мертвый. А мы поговорим сегодня о Христе, который доверяет Марии Магдалине. А давайте мы вспомним, кто такая Мария Магдалина. Это женщина, из которой Христос изгоняет семь демонов. Одержимая демонами, она была блудницей. То есть женщина, скажем так, самого низкого социального уровня, низкой социальной ответственности. Но она тоже человек. И ее Бог тоже любит. Давайте также немножечко представим контекст, в котором она жила. В то время Израиль, и не только в Израиле. Женщина практически не имела голоса. Она не могла что-то говорить, особенно мужчинам. И ее показания даже могли не приниматься даже в судах. Если мужчина говорил что-то против. Христос доверяет этой женщине великую миссию быть первым благовестником. Быть первым благовестником. Вот давайте представим, на секунду попробуем представить. Конечно, мы не сможем это сделать в полноте, но хотя бы немножечко. Как она могла себя чувствовать? Вот представьте, как сам Бог, сам Христос воскресший доверять ей говорит, слушай, расскажи ученикам, скажи им, что ты видел. Скажи, что я воскрес, и я их встречу. Возвести ученикам. Господи, разве ты не мог найти других мужчин, именитых, умных, уважаемых? Кто я такая? Кто мне поверит? А Иисус доверяет именно ей. Он говорит, тебе я доверяю эту миссию. Представляете, да? Если мы посмотрим на себя, мы можем сказать, кто я такой, что Божье дело мне доверено. Кто мы такие, церковь? Я помню, когда в 92-м году здесь наша церковь организовывала стадионные служения. Кто-нибудь, может быть, был на них? Кто был? Это было в 92-м году, в августе. Вот Наталья была. Еще несколько человек, да? Я помню этот день, когда мы перед тем, как делать рекламу, да, мы собрались на этом центральном стадионе, мы приехали туда. И у меня прямо напротив стадионов в республиканской онкологии бабушка работала в хирургии. 33 года проработала там. И вот мы собираемся там, ну, я думаю, человек, ну, может быть, максимум 200, ну, наверное, человек 150. И пригласили директора стадиона администраторов, пастор Максим тогда. И этот директор, он смотрит, и он говорит, вы с этими людьми хотите стадион собрать? Какой у вас план? Ну, вот мы вот сейчас вот пойдем, будем раздавать буклетики, приглашать всех. Он говорит, вы хотите с ними собрать стадион? 33 тысячи мест посадочных, если я не ошибаюсь. По-моему, 32 или 33, пусть меня поправят. И мы просто, они просто были в шоке от нашей наивности. И там тинейджеры и бабушки. Ну, вы знаете, когда в первый день все трибуны были заполнены, огромная толпа людей. Второй день люди вышли из-за того, что трибуны были заполнены, стояли на, разрешили стоять на этом, беговой дорожке. Третий день, я помню, как просто останавливаются троллейбусы, автобусы, и просто весь троллейбус там почти выходит и идут. Просто толпы, толпы. И директор стадиона прибегает, хорошо, пускайте на поле, потому что боялись, что там траву вытопчут. И пускали людей на поле. Ну, если я не ошибаюсь, в районе 50, может быть, больше тысяч там находилось. Огромное количество людей. Я представил, что думали эти люди, когда они смотрели на этих 150 подростков и бабушек. Это вы с этими людьми хотите что-то делать. Просто директор стадиона не понимал, что это Бог что-то хочет делать, а не мы. Бог хочет что-то делать. И если Бог хочет, у нас может быть просто вера с горчичное зерно, мы можем сказать, и гора передвинется. Это будет не наша слава, это будет Божья слава. Первое Кориффеном 1.25, это последнее местописание в этой проповеди. Давайте я зачитаю. Первое Кориффеном 1.25. Апостол Павел говорит, Немудрое Божье премудрее человеков, и немощное слабое Божье сильнее человеков. Посмотрите, братья, кто вы призваны. Кого Бог призвал, да? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых. Нам не нужно никого срамить, у нас нет цели кого-то срамить, да? Но Писание говорит, что сам Бог, у Него какой-то план, и Он берет немудрое мира, чтобы посрамить мудрое мира сего. И немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас, Он сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением, и искуплением, чтобы, как было написано, хваляйся, хвались кем? Господом. Аллилуйя! По всем почетам, по всем маркетинговым законам, церковь не должна была выжить. Кто эти люди были? Неграмотные рыбаки. Может быть, самый грамотный Матфей был, который умел по-арамейски писать. Апостол Павел мог писать. В основном это неграмотные рыбаки. Бог доверяет им. Многие не владеют в совершенстве титульным языком, на котором Римская империя говорила. Где-то на задворках империи. Люди без какого-то патрицианского рода, не какие-то именитые философы, которые бы могли как-то повлиять на мир, и тысячи людей слушали их видение мира. Простые люди. И Бог доверяет им свою Евангелие. Бог доверяет им свою миссию. Расскажите, что я воскрес. А если я воскрес, это означает, что грехи могут быть проще. Это означает, что вы можете с Богом примириться и иметь вечную жизнь. Это означает, что лукавый дьявол никогда не сможет больше владеть вами. Что вы будете свободными в Боге, свободными во Христе. Этот Бог дает нам. И Бог дает нам эту миссию. Бог дает нам церкви. Эту миссию церкви. Нас очень, скажем так, очень мало. Это в каждом городе небольшая община. Если так сравнить с общим количеством населения, как соль, которая рассыпана по всему Казахстану. И мы можем подумать, что мы можем вообще сделать? Что я могу сделать? Кто вообще я такой? И можем ответить, сказать, уничиженное, ничего не значущее, не мудрое. Но Бог берет это. Не мудрое, ничего не значущее. И являет свою славу. Чтобы никто не сказал, это я сделал. А чтобы все увидели, слушай, это Бог делает. Братья и сестры. Братья и сестры, давайте мы поймем о том, что вера Бога, она велика. И Бог верит в тебя и в меня. И Бог доверяет нам. Он доверяет нам. Он продолжает доверять нам. Это не означает, что нам не нужно делать ничего, да? Но это означает, что нам нужно делать наш максимум верно. То, что мы можем верно делать это. Все остальное сделает Господь. Поэтому я так рад, что не на моей вере строится моя жизнь, или церковь, не дай Господь, а на вере Христа в меня. Не на меня церковь опирается, а я на церковь опираюсь. Мне церковь нужна, чтобы опереться на нее, чтобы спастись, чтобы служить Господу, чтобы прославить Его. Я опираюсь на церковь. Не я верю в Бога, и вот моя вера сейчас. Качаев, давай прокачаем веру. Может быть, это и нужно делать для кого-то. Но моя вера слаба. Но слава Богу, что Его вера в меня, она очень сильная. И я питаюсь, питаю свою веру от Его веры в меня. Я питаюсь Его верой. Братья и сестры, Бог верит нам, и Бог доверяет нам свою великую миссию. Бог доверяет нам свою великую миссию. Слава Господу! Давайте мы поднимемся сейчас и попросим у Него благодати, чтобы Он наши сердца открыл, наше разумение открыл. Господь, мы благодарим Тебя, что мы, не искавшие Тебя, жившие в этом лодеваре, жившие в этой пустоши, в этом месте проклятия, думающие, что Ты злой, что Ты далекий, чужой, но Ты искал нас, и Ты пришел к нам, Ты постучался в наши сердца, и Ты посадил нас за свой стол. Мы благодарим Тебя, Господь наш, Отец наш. Благодарим Тебя, что Ты усыновил нас во Христе Иисусе. Благодарим Тебя за эту великую благодать, эту великую радость, которая не от наших дел, но только от славы Твоей, для славы Твоей. Мы благодарим Тебя, что мы, Господи, как эта Мария Магдалина, некогда одержимые демонами, ходящими Своими путями, но Ты доверяешь, как Ты ей доверил, свою великую миссию рассказать, быть свидетелями воскресения Твоего, быть свидетелями того, что Ты совершил в наших сердцах. Дай же нам сил, дай же нам благодать, Господи, быть послушными Тебе в этом. Я благодарю Тебя за всех моих братьев и сестер. Мы укрепляемся от Тебя, от веры Твоей в нас, могущественной, сильной верой, которая пронизывает историю, вера Твоя, Господи, пронизывает поколения. И мы удивляемся, что Ты делаешь в нашей жизни. Мы благодарим Тебя. Помоги, Господи, и тем, кто потерпел в вере кораблекрушения. Я прошу за всех братьев и сестер, которые, может быть, в сомнениях или в кораблекрушении переживают, и им помоги, Господь. Поддержи, будь рядом, Господь. Помоги, Господи, увидеть, что не на нашей вере, но на Твоей мы строим. На Твоей, Иисус. Спасибо Тебе, что Ты веришь в нас, Бог Отец. Спасибо Тебе, что Ты доверяешь нам. Слава Тебе и хвала. Аминь. Слава Господу. Благословение Божьих вам, дорогая церковь. И все, кто смотрели, слышали эту проповедь, пастору Ивану я передаю микрофон. Пастор Иван. Пастор Иван. Наша продолжается. И сейчас у нас будет то, что мы будем молиться за нужды людей, за ваши нужды, за те молитвенные просьбы, которые вы присылаете нам. И я хочу вновь обратиться к Слову Божьему. Первая Тимофея, вторая глава, с первого стиха. Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей, за всех начальствующих, чтобы проводить нам жизнь тихую, безмятежную, во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. И поэтому, давайте согласно Слову Божьего, мы будем делать провозглашение, провозглашение по Слову Его. Почему мы это делаем? А потому что это благоугодно Богу, это нравится Ему, это Его желание, это есть Его воля. И поэтому мы, а мы хотим поступать по воле Божьей, а мы хотим знать волю Божью. И поэтому мы все делаем так, как чтобы угодить нашему Богу. Ему это нравится, это благоугодно Ему. Поэтому мы совершаем эти молитвы не просто так, что вот нужда заставляет, да, иногда, конечно, бывает, нужда заставляет как бы нас, чтобы мы возносили наши молитвенные голоса от всего сердца к нашему Богу. Но вот эти молитвы, прошения, благодарения за всех человеков, за начальствующих, за город, за страну, это те молитвы, которые благоугодны Богу, это Его воля. Почему? А потому что благословением праведников возвышается город. Благословением праведников возвышаются города и страны. Благословением праведников процветание идет в наши города и страны, в наши жизни, в наши семьи. Поэтому мы благословляем. Мы благословляем во имя Иисуса Христа наш город, нашу страну. И прямо сейчас давайте мы вознесем эту молитву От всего сердца нашего во имя Иисуса Христа, чтобы Господь, Он открыл сердца людей, открыл себя каждому человеку, который еще не познал своего Спасителя, своего Творца, Отец во имя Иисуса. Мы благодарим Тебя за Слово Твое, которое показывает нам, о чем мы можем молиться. Это Твоя воля о том, чтобы мы молились о правительстве, о начальствующих, о властях. И с благодарением мы возносили наши молитвы. И мы знаем и верим, что, Господь, это Твое желание, чтобы люди жили в благословении, а не в проклятии. И поэтому мы говорим Твое Слово, высвобождаем Твое Слово о благословении. Ты сказал, благословляю, благословлю. И да будет так. Мы благословляем именем Твоим святым наш город и нашу страну. Мы благословляем, Господь, Твоим благословением, которое обогащает и печали не приносит, которое приносит только мир, любовь, свободу, радость, исцеление, здоровье, крепость, силу, помазание. И мы, Господь, говорим во имя Иисуса Христа, да будет так, да будет по воле Твоей во имя Иисуса. Мы говорим о Царстве Твоем, что Царство Божие, пусть оно, Господь, оно проявляется в нашем городе, в нашей стране. И мы говорим во имя Иисуса Христа Твои благословения. Твои благословения касаются людей, касаются жизни людей. Жизни меняются, потому что Ты приходишь, Господь, и являешь Себя людям во имя Иисуса Христа. Мы благословляем всех начальствующих, мы благословляем, Господь, всех человеков, мы благословляем, Господь, эту землю, которую Ты сотворил, Господь, которую Ты создал, и все да прославит Твое святое имя, все дышащее да славит имя Господа. Твое благословение, Господь, мы говорим благословение в жизни людей, мир, любовь, радость, здоровье, процветание, Господь, крепости, силы, каждому человеку, кто болен, кто в немощи, кто находится в каких-то ситуациях, Ты восполняешь всякие нужды, и мы благословляем во имя Иисуса Христа, как священники, благословляем Твоими благословениями во имя Иисуса Христа, чтобы каждый познал Твой путь, чтобы каждый встал на Твой путь, чтобы каждый видел Твою руку над своей жизнью, простертую, всегда готов помогать, готов спасать, готов исцелять, освобождать и благословлять, и мы, Господь, благодарим Тебя, мы воздаем Тебе всю хвалу и славу, и мы говорим благо, Господь, Ты любящий Бог, вся слава да будет только Тебе, благословения Вам, дорогие, во имя Иисуса Христа, и мы дальше продолжаем молиться. И мы будем молиться за те нужды, которые поступают в эфир. Отец наш Небесный, мы просим Тебя, благослови Гульжанат и ее просьбу в отношении продажи и покупки квартиры. Мы также молимся Тебе за Лилию, за исцеление ее ЖКТ, за освобождение от страхов и той ситуации, в которой она депрессивной находится. Мы благословляем Господь Руслана, за которого просит Фарида. Мы благословляем Людмилу и просим Тебя, Господь, помоги этой женщине выйти из ее долгов. Мы благословляем и молимся за исцеление сестры Валентины. Благослови, Господь, пусть рука Твоя будет над ней. Мы также молимся за просьбу надежды, за хорошую сиделку и за исцеление также ее ног. Мы молимся Тебе за бахыта, за полное исцеление от головных болей, боли в суставах, от дышки, лишнего веса, слабости. Господь, восстанови во имя Иисуса Христа, даруй силы и здоровье. И мы также молимся Тебе за Максима, за исцеление Максима, у которого проблемы с суставами и спиной. Господь, мы молимся Тебе, благослови и укрепи Максима, Ты видишь, что он сейчас лежит в больнице и нуждается в Твоей помощи. И мы также просим Тебя за молитву Оли, за ее просьбу за исцеление суставов правой ноги. Мы молимся Тебе, Господь, за Закира, благослови, Господь, его, пожалуйста. Мы молимся Тебе за сестру, которая просит Тебя, чтобы пришли хорошие специалисты и помогли ей докончить ремонт. Мы молимся Тебе, Господь, за исцеление Ларисы, за исцеление ее органов, за освобождение от депрессивных состояний, за исцеление Оксаны от опухоли головного мозга. Мы также просим Тебя, Господь, за спасение Токена, чтобы Господь прикасался, чтобы он узнал имя Господа Иисуса Христа. Мы молимся Тебе за Раису, Господь, чтобы Ты восстановил ее сон, за исцеление ее сна, за восстановление ее настроения. Мы молимся Тебе, Господь, за Риму, за ее семью и детей, за Бахыт, за трудоустройство дочери. И особо мы молимся Тебе, Господь, за те нужды, когда люди просят за помощь Твою и освобождение от депрессивных состояний. Господь, Ты видишь, что сегодня это бич нашего времени, когда очень многие люди не страдают от панических атак, депрессивных состояний. Мы просим Тебя, Господь, укрепи своих святых, помоги, Господь, понимать, что в нашей жизни все от Тебя зависит. Дай нам иметь упование, дай нам иметь кроткое сердце, что Ты, Господь, в нашей судьбе принимаешь участие. Мы благословляем Твое святое имя, мы верим, Господь, за то, что Ты Бог слышащий. Мы также верим, Господь, что Ты отвечаешь на молитвы, и мы благословляем наших драгоценных братьев и сестер, которые просили за эти молитвы. Благослови, Господь, нас всех во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава нашему Господу. И на этом мы заканчиваем сегодняшнее служение. И давайте мы скажем, что Иисус есть Господь. Провозгласите господство Иисуса Христа в Вашем доме, в Вашей жизни, во всех сферах Вашей жизни. Почему это важно? Потому что Он действительно есть Иисус Господь, и Он любит нас. И всех благ Вам, благословения Вам, и пусть Господь благословит Ваш труд, дела Ваших рук в течение всей этой недели. Просто пребывайте с Ним всегда. Во имя Иисуса Христа. Будьте благословены. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...